Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Алексей Кулчин, и сегодня мы поговорим о таком простейшем физическом устройстве, как маятник, который, кстати, может служить прибором для измерения времени. И очень странно, что древние греки вообще никак не заинтересовались этим устройством, а первым, кто исследовал свойства маятника, был Галилео Галилей. Ну и мы начнем с вопроса, от чего же может зависеть период колебаний маятника. И, очевидно, у нас есть всего три величины. Масса маятника, длина его подвеса и амплитуда колебаний. И начнем мы с зависимости периода колебаний маятника от массы груза. И здесь висят два маятника с одинаковой длиной подвеса. Масса одного груза составляет 100 грамм, а другого только 50. И я отвожу их на примерно равные углы, отпускаю, и они колеблются в такт. Это значит, что и периоды их колебаний совпадают. Ну, а если они немножко и различаются, то это нужно скорее отнести к тому, что мы не можем совершенно точно выдержать одинаковую длину их подвесов. Объясним этот факт, рассуждая в том же духе, как это делал Галилео Галилей. Повесим рядом несколько одинаковых маятников, отведем их на один и тот же угол и отпустим. Ясно, что они будут качаться совершенно одинаково. Если мы мысленно соединим их между собой, получится один маятник увеличенной массы, который будет качаться все с тем же периодом. А теперь возьмем два одинаковых маятника и отклоним их на разные углы. Отпускаю маятники и мы видим, что они снова колеблются в такт. Это значит, что период их колебаний практически не зависит от амплитуды. И последняя проверка. Возьмем два маятника с разными длинными подвеса и снова отклоним их и отпустим. И мы видим, что маятник с коротким подвесом колеблется гораздо чаще, чем маятник с длинным подвесом. А теперь давайте выясним, как угол отклонения маятника зависит от времени. И для этого мы собрали вот такую установку, в которой маятник подвешен на оси датчика вращения. И вот я отвожу маятник, отпускаю и у нас пишется график колебаний. Выйдем некоторую кривую, а для того, чтобы выяснить, что это за кривая, нам нужна теоретическая модель. И в этом месте я заменяю Алексея в качестве такого условного теоретика и попишу формулы. И прежде всего мы перейдем от реального маятника, с которым мы имели дело в эксперименте, к так называемой модели математического маятника. В этой модели считается, что на невесомом, нерастяжимом подвесе висит точечная масса М. И мы рассматриваем колебания этой массы при отклонении подвеса. Ну какие силы на нее действуют? Натяжение подвеса, оно направлено вдоль подвеса и сила тяжести. А разгоняет массу вдоль дуги проекция силы тяжести на направление перпендикулярное подвесу. И эта проекция равна МЖ на синус альфа. Ну и мы можем соответственно написать уравнение движения. Второй закон Ньютона. Масса на ускорение, ускорение С с двумя точками, вторая производная длины дуги по времени, равняется силе, действующей на эту массу. Ну а сила, когда у нас маятник отклоняется на угол альфа, сила направлена в обратную сторону. Здесь ставится знак минус. Ну и МЖ на синус альфа мы пишем. Ну дальше мы длину дуги С заменяем на произведение длины подвеса на угол альфа. Угол альфа в радианах здесь. Ну соответственно дифференцируется теперь угол альфа по времени вторая производная. И мы получаем такое уравнение. Альфа с двумя точками равняется минус Ж на Л на синус альфа. Видно, что масса в этом уравнении сократилась. Это важно. Ну а теперь я сделаю еще один ход. Вот это у нас точное уравнение движения математического маятника. А я буду еще считать, что угол альфа много меньше единицы. Мы сразу отклонили на небольшой угол и маятник здесь качается внизу. Ну тогда синус альфа можно заменить просто на альфа. Опять же в радианах. И мы получаем уравнение. Альфа с двумя точками равняется минус Ж на Л умножить на альфа. Я еще раз переписываю полученное уравнение движения и заменяю Ж на Л на обозначение омега в квадрате. Получаю альфа с двумя точками равняется минус омега квадрат альфа. А общее решение такого дифференциального уравнения, мы обсуждали его в ролике «Гармонические колебания», имеет вид некоторая амплитуда А произвольная, умножить на синус омега Т плюс фи. Фи – некоторая фаза в начальный момент времени. А омегу называют циклической или круговой частотой. Но нам удобно иметь дело с обычными частотами, так сказать, колебания в секунду. И частота f выражается через круговую частоту омега. Очень просто. Омега поделить на 2π. Ну или, если мы хотим выражать через омегу период, тогда период есть единица на частоту f, то есть 2π на омега. Ну и перепишем формулу в таком виде. 2π к варней квадратных из L на G. Ну и отсюда мы видим все, что получено в эксперименте. Период колебаний маятника при малых амплитудах зависит только от длины подвеса корневым образом. Если подвес в 4 раза больше, то период в 2 раза больше. Не зависит от амплитуды маятника. Ну в приближении малых углов, конечно. А о немалых углах мы сейчас поговорим. И не зависит от массы груза, но масса у нас из уравнений вылетела давно еще на предыдущей доске. Собственно все, что было получено в исходных опытах. И вот Андрей рассказал про решение уравнения в случае малых амплитуд. Но что же будет, когда амплитуды достаточно велики? В этом случае нельзя заменять синус угла на сам угол. Синус всегда будет меньше угла. Ну и значит возвращающая сила уменьшится, а период должен увеличиться. Давайте посмотрим. Я отведу груз маятника почти в вертикальное положение. Отпускаю его. И мы видим, что груз надолго зависает в верхнем положении. А значит период колебаний маятника действительно увеличивается. Вот график колебаний маятника с малой амплитудой. А вот график с углом отклонения примерно в 150 градусов. И мы видим, что период колебаний увеличился практически в полтора раза. До сих пор мы имели дело с графиками, на которых была представлена зависимость угла отклонения маятника от времени. Но есть и другой полезный способ изображать движение маятника. Когда по одной оси откладывается угол отклонения, а по другой оси откладывается скорость изменения этого угла отклонения. Ну и вот мы отвели маятник на максимальный угол, значит на его амплитуду. И такое положение представлено вот этой точкой. Сейчас угол максимален, а скорость изменения этого угла равна нулю. И вот мы отпустили маятник, и угол уменьшается, а скорость нарастает. При этом скорость направлена в противоположную сторону по отношению к углу, значит она сейчас отрицательна. Ну и у нас появляется вот такая линия, по которой идет точка. Сейчас угол уменьшился до нуля, зато скорость максимально по амплитуде. Дальше маятник отклоняется в противоположную сторону, и скорость его постепенно уменьшается. Приходим вот в эту точку. Прошло полпериода. Теперь маятник пойдет в противоположную сторону, но его скорость будет положительна. Описываем третью четверть периода, и наконец замыкаем линию. И вот такое представление поведения маятника называется его фазовым портретом. И если бы энергия маятника не тратилась на сопротивление воздуха, трение в подвесе и так далее, то точка, представляющая маятник, так и ходила бы по этой замкнутой линии. Ну а теперь надо посмотреть все то, о чем рассказал Андрей на опыте. И мы начнем с фазовой диаграммы колебаний с малой амплитудой. Отвожу груз маятника на небольшой угол, отпускаю, и мы видим, что фазовая диаграмма с хорошей точностью представляет собой эллипс. А теперь отведу груз на большой угол, отпускаю, и во-первых, теперь фазовая диаграмма сильно отличается от эллипса, а во-вторых, мы видим, что с каждым периодом колебаний или с каждым оборотом точки на фазовой диаграмме она приближается к началу координат. Ну, значит, у этого маятника в таком режиме довольно приличное затухание. Сделаем это затухание еще больше. Для этого я прикреплю к грузу вот эту пластинку, так, чтобы сопротивление воздуха стало уже достаточно значительным. Отвожу груз, отпускаю, и мы видим, что на фазовой диаграмме точка движется по своеобразной спирали, приближаясь к началу координат, гораздо быстрее, чем в предыдущем опыте. А теперь сделаем решительный шаг, и от маятников, похожих на математический, перейдем к маятникам, совсем на него не похожим. И для этого мы прикрепили к верхнему концу подвеса такой же груз, как к нижнему, но на расстоянии чуть меньше, чем для нижнего груза. И если я отклоню нижний груз и отпущу, то маятник колеблется с очень большим периодом. Но это легко объяснить. На грузы действует сила тяжести, но для нижнего груза она оказывается возвращающей, а для верхнего груза, наоборот, отклоняющей. Но поскольку плечо верхнего груза чуть меньше, чем у нижнего, суммарный момент, действующий на оба груза, оказывается возвращающим. Маятник, массу которого нельзя считать сосредоточенной в одной точке, принято называть физическим маятником, а чтобы найти частоту его колебаний, следует обратиться к уравнениям вращательного движения. Ну и вот я подвесил некоторое тело в этой точке и отклонил его на угол альфа от положения равновесия. Буду из этого положения его отпускать. Ну опять же, сила тяжести МЖ, мы считаем ее приложенной к центру массы этого тела и находим проекцию этой силы на направление перпендикулярное длине подвеса. Запад за подвес мы сейчас считаем расстояние от точки подвеса до центра масс. Ну и я пишу здесь. Момент инерции этого тела относительно данной оси умножить на угловое ускорение, значит, вторая производная угла по времени равняется, опять стандартный знак минус, ну и пошел момент силы, который возвращает маятник. Значит, МЖ, значит, это сила, МЖ на синус альфа, это проекция силы, еще надо умножить на плечо L, чтобы получить момент. Вот записали уравнение в таком виде. Если колебания происходят на малый угол, то стандартно мы заменяем синус альфа на альфа, получаем вот такое уравнение. Ну, это типичный вид уравнения гармонических колебаний. Вторая производная отклонение по времени пропорционально этому отклонению со знаком минус. Ну, отсюда квадрат угловой частоты, это МЖЛ, делить на момент инерции и, ну, а обычную частоту и период отсюда вы найдете стандартными формулами. Ну, и существенно то, что L можно делать достаточно маленьким, и при этом частоты тоже, соответственно, будут совсем небольшими. А теперь мы применим полученную формулу для решения одной красивой задачи. Представьте себе, что мы взяли тонкий обруч и подвесили его вот так на обод. Ну, и обруч, если его отклонить, будет колебаться. Это тоже физический маятник. Давайте найдем частоту колебаний такого маятника. Я должен, когда пишу формулу для омега в квадрате, вверх написать МЖ на расстояние от точки подвеса до центра массы обруча, то есть на радиус R. А вниз я должен написать момент инерции в знаменатель. Момент инерции обруча относительно точки на ободе равен 2 МР в квадрате. 1 МР в квадрате – это момент инерции относительно центра, а второе получается за счет теоремы Гюйгенса-Штейнера при переносе очи вращения. Ну, пишу это 2 МР в квадрате в знаменатель. Массы сокращаются. 1 R тоже сокращается. Остается G поделить на 2 R. Ну, а 2 R – это диаметр обруча. И получаем G на D, то есть обруч будет колебаться с такой же частотой, с которой колеблется математический маятник, длина подвеса которого равна диаметру обруча. Сейчас мы это проверим. И вот мы сделали такой обруч, такой маятник, отводим их и видим, что они колеблются с одним и тем же периодом. Теория прекрасно работает. И вот мы с вами обсудили базовую физику, можно сказать, обычных маятников. Но у нас есть еще ролики о совсем необычных маятниках. Например, о маятнике Капицы, который устойчиво колеблется, перевернутый, можно сказать, вверх ногами. А также о маятнике Дубашинского, который подкачивается энергией за каждый пролет за счет электромагнита. Ну и о двойном маятнике, который может колебаться устойчиво, а может переходить в режим динамического хаоса. Ну и мы очень рекомендую вам все эти ролики посмотреть. И спасибо вам за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...